Я все включил. Все, спасибо. Всем добрый день. Я Зев Рубинс Баднабадн. Мы продолжаем 13 принципов Рамбама. Мы опять-таки в атрибутах Бога. Это опять-таки второй, третий принцип. Значит, итак, мы говорили, что Рамбам выделяет множество групп разных атрибутов. Мы не будем их проходить все дословно. Это довольно длительный процесс. Опять-таки, просто коротко зачитаем группы атрибутов, которые есть. Значит, Рамбам упоминает атрибуты величия. Значит, ты самый-самый. Атрибуты действия – это вот то, что Всевышний воскрешают из мертвых, оживляющий, дающий и так далее. Атрибуты знания – всезнающий. Атрибуты могущества – всемогущий. Атрибуты отношений самых разных, близких, дальних, атрибуты протяженности. Атрибуты сущности Всевышнего. Атрибуты телесности, с которыми вы на прошлых уроках читали Рамбам долго и конкретно спорят, что это все метафоры. И в целом, подводя итог всех групп атрибутов, можно свести, по-моему, Аниду, все группы атрибутов Бога в две группы. А именно, атрибуты положительные, позитивные и атрибуты негативные, отрицательные. Атрибуты позитивные – это вот более-менее все вот эти метафирические описания, которые есть в Писании, которые Рамбам разъясняет. Но Рамбам ведет нас к мысли, которой он практически заканчивает первый раздел Марины Вухим, что самые правильные атрибуты относительно Всевышнего – это отрицательные атрибуты. Это его знаменитая концепция отрицательных атрибутов. Надеюсь, сегодня мы сможем до нее дойти. Итак, мы находимся в конце, значит, того, что Рамбам разделывается, в кавычках, с телесностью Всевышнего и подобным близким к нему вещам. Глава 55 Марины Вухим, поделитель заблудших. Как уже говорилось ранее, в различных местах данного трактата, все, что подразумевает телесность Всевышнего, непременно должно быть исключено из представления о нем. Точно так же подобает исключать аффект. Аффекты – это разные эмоциональные состояния. Например, Бог сердится, Бог радуется, Бог гневается и так далее. Почему? Поскольку подобные аффекты подразумевают изменчивость. Мы говорим, что Бог не меняется, человек меняется. И поскольку то, что производит аффекты, несомненно, не тождественно тому, что их воспринимает. То есть, другими словами, что Бог не единый. Поэтому, если бы Он превознесенный, воспринимал бы какие-либо аффекты, то есть, если бы Бог руководствовался эмоциями и проявлял бы эти эмоции, то выходило бы, что кто-то другой воздействует на него, меняет его. Например, Бог там разгневался, и вот достали его, и Он навел потоп на землю. Собственно, так библейская критика, Вольтер и им под другие, воспринимают многие рассказы из Святого Писания. Что Бог, значит, как человек, но если он живодовести, то он разгневается по-настоящему. Поэтому лучше с ним не... Лучше его не доводить. Рампа пишет, что все это чепуха. И точно так же непременно следует исключать «Представление, предполагающее в нем какую-либо лишенность, отсутствие, хиссарон, недостаток». Здесь, опять-таки, Рамбам согласен с Аль-Фараби, знаменитым, значит, исламским мыслителем, и развивает эту мысль. Он пишет похожие вещи за несколько сот лет до Рамбам. Таким образом, у Всевышнего ничего не хватает. Ему всего хватает. Человеку чего-то не хватает. Ибо, допустив, если мы признаем совершенство в потенции, то есть, когда, если допустим, теоретически, Богу чего-то не хватает, но мы говорим, с другой стороны, он совершенство, значит, это не реальное совершенство в потенции. Он может быть всезнающим, но сейчас это неинтересно. Он может быть всесильным, но пока он себя ограничивает из-за скромности, не знаю, чего. То есть, момент, когда мы, опять-таки, концепция, да, то есть, мы говорим, что у человека есть потенциал, и его реализация, да. Опять-таки, у нас проблема реализации потенциала, бьется эгоизм, бьются, в сущности, все религии, да, там, начни максимально использовать там свои скрытые таланты, английские, немецкие, японские за 25 минут, да. У тебя есть талант, ты просто умеешь это использовать, да. То есть, подобные вот идеи, что мы не можем полностью себя реализовать, они очень известны, они действительно, это действительно имеет место, да. То есть, есть разница между потенциалом человека, его настоящей возможностью и тем, что реально в жизни человек делает, это не то же самое. Поэтому вот гении, поэтому, поэтому, да, все успешные люди, бизнесмены, миллионеры и так далее. Это вот проблема перевода потенциал в реальность. Теперь, и мы не можем допустить тот же самый взгляд на Всевышний. Ибо если мы допустим существование совершенства в потенции, оно есть только в потенции, а со всякой потенцией необходимо связана лишенность, да, то есть, Богу чего-то не хватает, но несовершенствует. Кроме того, для перехода чего-нибудь из потенциального в актуальное состояние, необходимо, необходимо актуальное существование чего-либо другого, да, то есть, грубо говоря, у Бога есть разные формы существования, и они действительно очень разные. Отсюда же, опять-таки, недалеко до Димы Многобожия. Отсюда с необходимостью следует, что все его совершенства должны существовать актуально, сразу, не завтра, не через тысячу лет, сразу с самого начала, что никаким образом ему не присущество ничто потенциальное. И вот мы говорим, вот завтра, с понедельника, с нового месяца, после вируса, поздночь, как в четверг, я брошу курить, пить и так далее. Так вот, это, опять-таки, все применимо к человеку, но не ко Всевышнему. К числу того, что непременно должно быть исключено из представлений о нем, относится также до уподобления его чего-либо среди сущего. О, это вот то, что Рамбам нам уже говорил, да, вот антропоморфисты, которые говорили, зная человека, мы, соответственно, возьмем рекурсию назад и будем знать Бога, он говорил, это чепуха. Во-первых, они не знают человека, это раз, антропоморфисты, во-вторых, это обратная рекурсия не работает, так не работает. Да, и поэтому, то есть обычно, опять-таки, то, с чем Рамбам воюет здесь пытаются объяснять, да, это антропоморфизм, да, что мы приписываем Богу самые разные вещи, есть даже люди, которые в это верят. Сейчас Рамбам говорит про людей ислама, которые так или иначе это воспринимают всерьез. Поэтому наши вот эти вот параллели от человека к Богу нужно исключить. Это положение осознается в каждом, и это недосмысленно сказано в политических книгах, например, в Торе, например, цитата, и кому подобите вы менять, чтобы я сравним был с ним? Это цитата из Ишия, кому подобите вы Бога, к образу сопоставите с ним? Да, и на самом деле написано в Торе напрямую, не нужно ходить в пророков, нет подобного теки Господи, мика, моха, баэли, маше, значит, написано напрямую. Главный смысл всего этого вышесказанного в соответствии с тем, что было ясно доказано, что следует непременно исключить из понятия о нем все ведущие к тому, что относятся к одному из четырех типов упрощений. Сейчас рамбом даст нам четыре типа упрощения, которые мы, пытаясь представить себе Всевышнего, упрощаем и делаем ошибки в этом. А именно, итак, одно из четырех типов, а именно все то, что подразумевает телесность. Первое, группа номер один, телесность. Все то, что подразумевает наличие аффектов. Вторая группа, эмоции. И изменчивость. Эмоции и изменчивость, группа номер два. Все то, что подразумевает лишенность, недостатки, отсутствие потенциалов. Это группа номер три. И также четвертое, то, что подразумевает уподобление ему чего-либо сотворенного им. Например, по образу подобия, вот мы возьмем-возьмем обратно, сделаем рекурсию. Вот то, что человек как Бог, значит Бог как человек. То есть это вот четыре представления упрощенных, которые нужно изъять из своего оборота. С этим связано одно из обстоятельств, из-за которых естественные луки полезны в деле познания Божества. О, Рамбам нам сообщает, что если мы хотим познать Бога, очень полезно изучать естественные луки. Здесь нужно заметить, что естественные луки, это не совсем то, что мы сегодня понимаем под естественными луками. Мы понимаем под естественными луками математика, физика, да, значит стандартные основополагающие науки. Это несомненно то, что Рамбам тоже имеет в виду, но не только. Рамбам здесь берет опять-таки греческие представления о науках, мы уже говорили, например, что по Аристотелю логика это искусство, например. И сейчас он объяснит себя. Рамбам, ибо всякие, кому эти науки неведомы, естественно, не осознают, что аффекты эмоций являются проявлением несовершенства. Не понимает концепции потенциальности и актуальности, физика. Не знает, да, то есть эмоция, скажем, психология, концепция потенциальности и актуальности, это физика наша сегодняшняя. Не знает, что решенность с необходимостью присуща симпатизальному состоянию и находящая в потенции вещь более несовершенна, чем та, что движется. Мы говорили, что, да, по Рамбаму основа, классическая характеристика жизни – это движение, двигаться. Осуществляя переход от потенции к акту, а движущая также оказывается несовершенным по сравнению с тем, что из-за чего она движется к обретению актуальности. В общем, упрощая, кто хочет познать божественность, должен познавать его мир, должен познавать естественные науки. Вот и дальше опять-таки мы немножко опускаем. Глава 56. Знай, что подобие – есть определенная соотнесенность между двумя вещами. И если между какими-либо двумя вещами невозможна соотнесенность, это также невозможно помыслить уподобление друг к другу. Опять-таки здесь вот Рамбам тоже по-прежнему косвенно отрицает вот эту вот мысль, давайте обратно, зная человека, мы узнаем Бога. Да, то есть проведем подобие, проведем аналогии между человеком и Всевышним. Так вот, соотнесенность, да, значит, это аналогия, говоря нашим сегодняшним языком. И сейчас мы увидим, как Рамбам пытается уничтожить любую аналогию, даже самую-самую дальнюю из определенных вещей. Аналогично этому нет подобия, где нет подобия, нет и соотнесенности. Имеется в виду человек и Бог, или любое творение. К примеру, нельзя сказать, что данная теплота подобна данному цвету. Определенная теплота соответствует определенному цвету. Или что этот звук в этой сладости, этот звук подобен этой сладости. Да, то есть, да, если мы сравниваем там сладкое и квадратное, это разные вещи, это разные категории. Да, то есть у них нет соотнесенности, нет аналогии, нет подобия. Это вещи понятны. И поскольку возможность соотнесенности, аналогии между ним и нами, между ним и нами исключено, то есть необходимо исключать и всякие подобия, которые существуют между нами и им, между нами и Всевышним. И знай, что есть две всякие вещи, любые, которые приезжают к одному виду, с необходимостью они будут обязательно подобны друг другу, даже несмотря на то, что между ними огромные различия. Сейчас рабам придут примеры. То есть можно провести аналогии, параллели между вещами, приезжающими к одной группе. Даже если они очень отличаются, например, малое-большое, слабое-сильное и так далее. Например, возьмем зерно горчицы и, Рамба пишет, сфера неподвижных звезд, возьмем звезду, просто звезду. Итак, у нас есть звезда, огромное астрономическое тело, и у нас есть горчичное зернышко, мельчайшая вещь. Итак, они подобны будут друг другу. Чем вы скажете? Они абсолютно не похожи. Погласно Рамбову, подобны наличием и тех, и других трех измерений. О, 3D. У каждого из физических тел, у зерна горчицы и у любой звезды, есть три измерения – ширина, длина, высота. О, вот уже линия подобия. И хотя один из этих предметов крайне велик – звезда, а другой крайне мал – зерно горчицы, в смысле существования у них этих измерений, 3D-трех измерений, они одинаковы. О, вот вам пример подобия. Точно так же воск, расплавляющийся на солнце, и стихия огня. Мы говорили, что огонь – это одна из четырех базисных стихий по Рамбову, основ мира. Подобны друг другу наличием теплоты. То есть есть расплавленная воска тепла, есть у солнца, у огня тепло. То есть есть аналогия. И хотя теплота последней, теплота огня крайне сильна, а теплота первого, теплота воска, крайне слаба, в смысле проявления в этом одного качества, качества теплоты, они одинаковы. То есть есть между ними параллели, есть что-то общее, можно что-то учить от одного к другому. Да, то есть вся концепция антропоморфизма, да, что значит Бог похож на человека, человек на Бога, да, что опять-таки, зная человека, мы можем знать Бога, да, поэтому что-то нам понятное. То есть это попытка упростить допонимаемых нам термином божественности, которая нам непонятна. И сейчас мы, может, в конце урока увидим в отрицательных терминах, как это дефинирует Рамбову. В соответствии с этим, подобало бы воспринимать тем, кто обежден наличие сущностных атрибутов, кто это, это опять-таки в основном неевреи, увидим в дальнейшем, наши знаменитые мутакалимы, исламские мудрецы, рационалисты, но также есть евреи, на которых их взгляды повлияли, которые начинают с ними соглашаться в средневековой Испании. Итак, следовало описать Творца как сущий, живой, могущий, знающий и волящий. Волящий в смысле имеющий волю и руководствующийся этой волей, воплощающий эту волю в жизнь. Все это опять-таки по-русски, по-немецки, по-английски нужно было бы, нужно написать с большой буквы. Наверите, по-арабски большую букву. Не может быть, чтобы эти понятия, сущий, живой, могущий, знающий, валящий, проявляющий волю, применялись к нему и к нам, к людям, в одном и том же смысле. И чтобы отличие этих атрибутов от наших атрибутов состояло в том, что те превосходят их величием и совершенством, постоянством и устойчивостью. Это то, что мы говорили, да, что есть тут глупцы, которые думают, что Бог то же самое, что человек, только побольше и по совершению. Таким образом выходит, что его существование было бы более устойчиво, чем наше. Более устойчиво, чем наше. Его жизнь более постоянна, чем наша, более длинна, чем наша. Его могущество более велико, чем наше могущество. Человек чего-то не может, а Бог может. Его знание более совершенное, чем наше знание. Его воля более универсальна, чем наша воля и так далее. То есть, опять-таки, это взгляд глупцов, которые берут человека и умножают его на 10, на 100. Мы приводили пример, что раби Акива и раби Ишмайл сделали то же самое и драматично умножили все на миллиард пятьсот миллионов и получили некого сатирического бога. Ирония, сарказм. В таком случае, каждая пара понятий охватывалась бы «бы» одним определением. Так, как эти люди себе думают. Однако, это никоим образом неверно. То есть, все вот эти мысли, что Бог превосходит нас величиемой совершенством, постоянством, устойчивостью и так далее, это все чепуха. Поэтому его жизнь не более устойчива, чем наша и не более длинная, но период Бога не находится во времени. И так далее, и так далее, и так далее. Ведь сравнительная степень прилагательного, сравнительная, хороший, лучший, и так далее, употребляется только по отношению к вещам, о которых соответствующие прилагательные высказываются соименно, связаны. А в этом случае, между ними, с необходимостью существует подобие. Так как рабам воюется, вот эту вот мыслью привести подобие человека к Всевышнему, он воюет и с этими всеми терминами, атрибутами и прилагательными в совершенной форме. Лучший, более совершенный, более длительный и так далее. Но в соответствии с их воззрениями, вот этих вот чудаков, дилетантов, о наличии сущностных атрибутов точно так же, как необходимо, чтобы его сущность была неподобна другим сущностям, нашим человеческим сущностям, то надлежало бы, чтобы те существенные атрибуты, которым они воображают себя неправильно Бога, не были бы подобны другим атрибутам и не охватывали бы тех и других единое определение. То, что рабам говорит, он говорит следующее, что даже те, кто неправильно воспринимают божественность и вот воспринимают Бога как человека, только в 10, в 100 раз мощнее совершения и так далее, даже они по своей системе представлений, они абсолютно идут неверной дорогой, потому что опять-таки атрибуты, которые они в таком случае приписывают Всевышнему, они должны быть другими атрибутами, а не то, что они описывают. Люди приписывают Богу человеческие атрибуты. Они же не следуют этому и считают, что существует единое определение, да, что объемлющие те и другие и человеческие атрибуты и божественные, то есть смешивают святое и грешное. Грешное и святое, да, несмотря на то, что между ними, подобиями, между атрибутами человека и атрибутами Всевышнего. Итак, для того, чтобы ты понял идею подобия, следует очевидным, что сущий сказывается о нем и о том, что не есть он только амонимимический, словесный. То есть, грубо говоря, когда мы говорим могущественный про человека или про Бога, это одно и то же слово, описывающее абсолютно разные вещи. То есть связь только на уровне одного этого слова. Есть, как мы говорим, амонимы, да, амонимы, значит, это вещи, которые разные, иногда противоположные, которые, значит, можно описать одним словом. Например, Рамбом дальше, значит, разбирается, значит, он, как-то, идет немножко в греческие первоисточники, да, значит, что одно и то же слово, да, могущество, человеческое или божественное, это пример такого вот амонимы, который, слово одно, означает две разные вещи. Значит, идеальный амоним описывает полную противоположность. Мы это сегодня называем антонимом по-русски, противоположные слова. Значит, ну, у греков, как категория, вот, значит, слова, которые означают противоположные вещи, одним словом, сегодня у нас там называется сарказм, или мы это говорим в кавычках, да, я рад, как будто, я очень огорчен, да, то есть мы говорим рад, да, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это вот пример такого амонима, который означает противоположную вещь. Поэтому то, что Рамбом здесь говорит, что вот эти вот термины, которые мы поговорим к Всевышнему, это и есть амонимы, то есть одно и то же слово, означающее разные абсолютные вещи. Аналогично этому слова «знание», «могущество», «воля», «жизнь» и так далее, применяются к нему, да, произнесен будет он, и ко всему, что обладает «знание», «могущество», «воля» и «жизнь». Чисто амонимически, чисто словесно. Нет никакого смысла подобия между двумя значениями. О, это вот ровно то, что и делают антропоморфисты, да, то есть слова, когда прием к человеку, они воспринимают точно так же, как и слова, применяемые к Всевышнему. И не думай, будто такие слова высказываются неопределенно, да, вот эти вот атрибуты. Ибо неопределенные имена, они есть те, что сказываются о вещах, между которыми существует некое подобие. Да, то есть если мы скажем, что, скажем, разные атрибуты, которые есть в Писании, ну, это в целом так, да, несерьезно, да, фигурально, да, то опять-таки еще раз, с одной стороны Рама объясняет, что все эти атрибуты, они действительно метафирические, а с другой стороны, все-таки в этом есть определенный смысл, иначе эти атрибуты были бы названы по-другому. Например, словами, которые не применяются к человеку, например, словами, которые у человека считаются плохими, отрицательными. Поэтому даже в этих вот атрибутах-метафорах есть свой смысл, есть свое значение, нельзя их воспринимать, ну, это просто так. Да, то есть тут есть некая дуальность. Но те вещи, что приписывается ему да провинсется он, никем из занимающихся умозрением, философией, не рассматриваются как акциденты, как характеристики, тогда как все атрибуты, свойственные нам, есть характеристики согласно воззрениям мутакалима, согласно воззрениям раннего ислама. Хотел бы я узнать, откуда в таком случае Рама несогласен с мутакалимом, с ранним исламом? Хотел бы я узнать, откуда в таком случае взяться подобию, из-за которого те и другие атрибуты, божественные, человеческие, попадают под единое определение, знающие, проявляющие волю и так далее. Все вышесказанное, то, что Рамбам нам сейчас описал, что опять-таки атрибуты божественные, человеческие, чисто словесно, одним словом называются, по сути, это абсолютно разные вещи. Содержит в себе окончательное доказательство того, что между содержанием приписанных ему атрибутов и содержанием атрибутов, которые известны нам, человеческих атрибутов, веселый, радостный, грустный, да, то есть, например, человек расстроился и Бог расстроился. Человек пожалел, раскаялся и Бог пожалел, раскаялся. Вроде как одно и то же слово, но все-таки это абсолютно разный смысл. Итак, окончательное доказательство того, что между содержанием его атрибутов и наших атрибутов никаким образом ни в коем отношении нет общности, нет ничего единого. Разве только общность имени? Вот эта общность имени, несовершенство нашего языка, это в сущности то, что и путает, и вводит в заблуждение. Опять-таки, сегодня, в отличие от древности, средних веков, большинство людей понятно, что Бог не телесен, не материален. Однако по-прежнему, как известно, человек мыслит по аналогии. И так как наш язык, он ограничен рамками нашего мышления, нашего знания, нашего языка, то опять-таки волей-неволей мы тем не менее все равно, если мы описываем Бога телесно, то предписываем его наши чувства. Бог радуется, Бог оверчается и так далее. В то время как, опять-таки, в Мишне Тора, Рамбам подчеркиваю, что у Бога нет радости, нет грусти, нет сна, нет усталости, хотя, еще раз, эти же эпитеты стоят в Святом Писании, что в Торе, что в Танахе. И раз так, что похожесть между человеком и Богом, она только словесная в атрибутах, но это абсолютно разные явления, и раз так, то не подобает придерживать сомнения и убеждения, что божественные атрибуты есть аспекты добавочные к сущности. О, вот к чему Рамбам вел, что ошибка антропоморфистов, которые пишут Богу, если там не руку, ногу, то хотя бы радость, грусть, она приводит к более серьезной ошибке, а именно к добавочной сущности. В экономике Маркс писал про дурачную стоимость, а здесь есть добавочные аспекты, которые ведут к добавочной сущности, а это уже троица или буддизм, или что хотите. Поэтому Тарамбаму так важно, казалось бы, чего он тут нам долго описывает, первую часть путеводителя написывает слова, он сто раз повторяет, что это метафорично, сто раз повторяет миллион раз, что Бог не телесен, сто раз повторяет, да, это не просто так эти метафоры, но тем не менее это метафоры, а под конец книги объясняет нам, что это чисто лингвистический, словесно-философская проблема, что мы человеческие атрибуты описываем, также приписываем, как атрибуты Всевышнего. Однако эта маленькая проблемка, словесно-лингвистическая, ведет в гораздо большие проблемы, да, добавочные сущности к Богу, подобно тем атрибутам, которые добавлены к нашей сущности, из-за одной только общности и их наименования. Эта концепция того, что атрибуты человека, не атрибуты Бога, обладает величайшим достоинством в глазах тех, кто осознал ее. Сохрани ее в своей памяти и в свой истинный смысл, чтобы ты был готов восприятие от того, что я намереваюсь объяснять тебе. Таким образом мы видим, что Рамбом опять-таки косвенно, косвенно, вот, оспаривает разные религии, которые приписывают Богу разные аспекты, разные атрибуты, добавочные сущности. Как он это формулирует? 57 главу мы опустим, потому что она очень философско-очень сложная. Глава 58. Рассуждение более глубокое, чем предыдущее. Чем 57 глава, которую мы пропустили. Знай, что описание Бога, великого и могучего, путем отрицательных высказываний, правильное описание. О! Вот к чему Рамбом все вел. Вот к чему все он вел. Это действительно одна из величайших концептуальных, философских находок Маймонида, которую мы сегодня формулируем как концепт отрицательных атрибутов. Что Бога нужно описывать не в позитивных атрибутах, а в отрицательных, как это ни странно звучит, сейчас увидим. Итак, описание Бога, великого и могучего, путем отрицательных сказаний есть правильное описание, с которым не сопряжена никакая приблизительность этого позитивного атрибута, приблизительного, когда люди начинают путать между своими атрибутами божественными, и в которой ни в целом, ни в частности нет ничего, что было бы недостойно Бога. Тогда как в описании путем утвердительных высказаний, всемогущих, всезнающих и так далее, как мы объяснили, есть нечто от утверждения общности Бога и сотворенного человека и предания ему несовершенствия. Момент, когда мы говорим Бог, всезнающий, о, человек знает, что такое знание, я тоже чего-то знаю, я в школе учился, в университет там ходил иногда, то есть люди начинают думать, что мое знание божественное, окей, дистанция огромного звера, тем не менее, еще там сто этапов, сто раз больше, в тысячу, в миллион, и так далее. Отсюда же опять-таки вот желание запастись какими-то кандидатическими книгами, которые нам эти все сто тысяч миллионов этапов сократят, и раз за одну ночь мы будем все знать. И подобает, чтобы вначале я объяснил тебе, каким образом отрицания могут в некотором степени считаться атрибутами, и чем они отличаются от позитивных атрибутов. Вопрос, который сам Рамбам задает, как такое может быть, в слове отрицания звучит что-то плохое, негативное, негативные атрибуты, как Бога, который само совершенство, можно описывать отрицаниями, и тем более, еще это считается и хорошо. Как-то звучит странно. То есть, это первый вопрос, который сразу Рамбам слышит, сам на него отвечает. После этого я объясню тебе, почему у нас нет никакого другого пути для описания его, кроме отрицательных высказываний. С этой целью я говорю тебе следующее. Атрибут не есть непременно точно специфицирует определенный предмет таким образом, что тот не разделяет атрибутским и другим предметом. Он опять-таки уточняет, что есть вообще божественный атрибут. Напротив, наоборот, атрибут может быть допустимым атрибутом описанного предмета. Сейчас она объяснит. Несмотря на то, что он разделяет его с другим предметом. И значит невозможно все спецификации посредством его. Например, ты увидел издали человека и спросил, что это виднеется там на горизонте. Тебе ответили живое существо. Это приблизительный примерный. И это, вне сомнения, будет атрибутом наблюдаемого. Живое существо, которое движется, мы сказали, не камень. И несмотря на то, что он не ограничивает его от всего иного, очень общая предмет живое существо, посредством этого, тем не менее, достигается некоторая спецификация. Это уже некий ответ. Из живого существа отсекается неживая природа и растения. Уже отвергли. А именно, сообщается, что наблюдаемое не из тела, предвижающее ни одному виду растений или минералов. Это не трава и это не камни. Это живое существо. Окей, это может быть животное, может быть человек. Но это уже часть ответа. То есть, если, к примеру, в доме находится человек, а тебе было известно, что там есть только некое материальное тело. Может, собака, может, кошка, может, рыбки в акварию главы. Но неизвестно тебе было, что оно собой представляет, это материальное тело. Что собой представляет большое, маленькое, плавающее, летающее. И ты спросил, что есть в этом доме. Да, там, игра, что, где, когда. Внимание на такие. В ответ тебе было сказано, в нем нет ни минерала, ни растительного тела. То есть, два отрицания. Здесь дали два отрицательных атрибута. Нет ни минерала, ни растительного тела. Да, опять-таки, я напоминаю, вот эти вот четыре ступени всего сущного параби Иуда Олеги и Снеги Кузари. Домем, молчащий, сомех, растительный, хай, живой и адам, человек. Тем самым, некоторая спецификация уже была достигнута. Что-то ответили, что-то отвергли. И ты узнал, что там, в доме, находится живое существо. Пусть даже еще тебе неизвестно, каким именно живым существом оно является. В этом отношении негативные атрибуты равносильны позитивным, не слишком отличаются. Поскольку и они, негативные атрибуты, непременно осуществляют только некую спецификацию, неполную. Хотя эта спецификация состоит только из исключения отрицаемого, из числа того, что можно было бы подумать, если бы нет. Без учета отрицания. В другом отношении негативные атрибуты, да, отличаются от позитивных, позитивные атрибуты указывают тем не менее какую-то часть предмета. Мы говорили, что проблема с позитивными атрибутами, что это частичный ответ, да, это преуменьшает божественность, ее искажает, описывает неполную, которую мы хотим познать. Либо на часть его субстанций, лимонизмоксидентов, характеристик, в то время как негативные атрибуты никаким образом не дают нам познать четвербой сущности предмета, о котором мы стремимся узнать. Разве что происходит происходящее таким образом, как пройден на пример. То есть плюс негативного атрибута перед позитивным следующий. Он не вводит в заблуждение. И позитивный, и негативный атрибут не полностью описывает вопрошаемый, в данном случае божественность. Но позитивный атрибут, да, мы говорим Бог Всевышний, да, Бог всеобъемлющий, да, он, опять-таки, мы привести в заблуждение, что Бог как человек так в миллион раз больше. В то время как негативный атрибут, отсекая что-то, он не дает также места к возможному заблуждению. И в этом очень серьезный плюс, серьезное преимущество. После этого предисловия, я скажу тебе следующее, уже было доказано в предыдущих главах в Море Невухиме, что Бог могучий и великий, необходим осущий, мы про это говорили, что он необходим, без него нет мира, нет существования мира, ни секунды. И как мы докажем, в нем, в Боге нет сложности, он не составной, да, он единый. И мы постигаем только его бытие, то есть мы говорили, что мы пытаемся по небогу по его делам, а не его сущность. Мы не можем понять сущность божественности, можем понять его дела. И в сущности в этом вот заключается загадка, почему разрушается, в чем смысл коронавируса, да, сколько людей, столько мнений, но, несомненно, есть некое действие, есть некое действие, но сам коронавирус ничего не говорит этому сущности всевышно. И поскольку немыслимо, чтобы у него был позитивный атрибут, ведь у него нет существа, нет бытия вне его сущности. Окей. Итак, позитивный атрибут с точки зрения философии на самом деле невозможен никаким образом. Опять-таки, все позитивные атрибуты в Торе и в Танахе это метафоры, Рамбам считает, что мы это уже усвоим, да, что Бог не только не обладает руками и ногами, а также и эмоциями, аффектами, глазами, руками, гневом, сном, усталостью и так далее. Напротив, атрибуты отрицательные, атрибуты отрицания являются тем средством методологии, которым подобает использовать, чтобы направить ум надлежащим верованиям о нем, о, надлежащие верования по Рамбаму, это вот правильное представление о Всевышнем, он про это будет говорить дальше во второй и в третьей части Мурена Духи, поначалу отбрасывает неправильное представление о нем, ибо они, отрицательные атрибуты, не придают ему никакой множественности. Это вот то, что он написал, то, что мы видели, да, значит, в главе 55, да, где вот опять-таки вот положительные атрибуты могут привести возможно к логической ошибке, что Бога есть разные аспекты, разные эдосы, да, значит, и отсюда уже близко к разным сущностям Бога и больше, чем один Бог или его воплощений, как, скажем, говорит индуизм и многие восточные люди, да, и так отрицательные атрибуты никаким образом не придают ему никакой множественности. Устреляя ум, устремляя ум к тем пределам, которые может достичь человек, отрицательные атрибуты, отрицательное описание Всевышнего направляет человеку к интеллектуальному достижению, активный интеллект, который человек может достигнуть. Например, нам было доказано необходимость существования того, что отличается от наличных сущностей, наличные сущности, может быть человек, может быть ангел, которые воспринимаемы чувствам и постижениям, которые доступны для интеллекта, для человеческого интеллекта. И мы говорим, что это нечто существует, подразумевая под этим невозможность его несуществования. это нечто существует, а наоборот невозможно. Например, страхи. У человека есть страхи, фобии. Сегодня это называется модное слово. Кто-то боится этого, кто-то боится другого. У каждого человека есть свои страхи. смешные, ненастоящие, настоящие, правильные, неправильные. У каждого человека есть свои страхи, психологиями занимаются. Комплексы, у каждого человека есть комплексы, заблуждения и так далее, и так далее. Это вещь, которая обязательно существует. Мы можем понять ее интеллектуально и опять-таки без этого нет существования человека. Каждый человек чего-то боится, у каждого человека есть какие-то неправильные представления. То есть, мы интеллектуально можем это постигнуть. И это наличная сущность. Все эти эмоции, фобии, страхи, комплексы, они есть в наличии, а без них нет жизни. Иначе человек не человек. Затем мы постигли, что существование этого существа не такое существование, к примеру, стихии, которые являются мертвыми телами. Стихии, опять-таки, напоминаю, это вода, земля, огонь и воздух. Это мертвые стихии парамбума, хотя, опять-таки, они могут что-то делать, огонь сжигать, пожигать, пожирать и так далее. И сказали мы, что Он, Бог, жив, подразумевая под этим, что Он, преразнесенный не смертен, как жив Господь, клятва из Писания, мы знаем, что Бог существует, мы знаем, что не смерть, Он никогда не уберет и не умирает. И этим фактом человек клянется, что он обязательно что-то сделает, как очевиден факт, что жив Господь, так и что-то человек сделает. Такая связка. Затем мы постигли, что существование этого сущего не такое как существование небес, которые являются одушевленным телом. Это очень интересно. Рамбом во второй части в начале Моренов фильм он вот описывает разные небесные сферы и он высказывает точку зрения тогдашнюю, которая тогда была и в астрономии философии, что небесные тела планеты, звезды обладают некой душой ни больше и ни меньше. В сущности, опять-таки, Медраш, что широко используется, если Медраши там пришла луна и сказала Богу как, ты сотворил нас, вот мы вдвоем одинаковы, не могут быть два царя жить под одной крышей, сосуществовать. Сказал Бог, прекрасно, тебя я накажу и уменьшу. Опять-таки, это мнение тоже есть в Медрашах, Рамбом его не придумал, он его опять-таки озвучил, поэтому вот по его мнению, значит, небеса являются одушевленным телом. Есть некая духовность у небес, у небесных тел, а мы сказали, что он не телесен. Затем мы постигли, что существование этого сущего Всевышнего не таково, как существование интеллекта, который даже человеческий интеллект гостелесен, и так же существование Всевышнего не таково, как человеческое, и он бессмертен, человеческое существование смертно, но, однако, сказали бы мы, что он превознесенный предвечен, вечен, говоря по-русски, подразумевает, считает, причины обуславливающей его существование, то есть существование Бога беспричинно, и не Бог берешит, породил Бога Творца, не Демилов. Затем мы постигли, что существование этого сущего кождественно его сущности Всевышнего достаточно не только для того, чтобы он сам был сущим, ибо из этого выходит множество других существований, однако не так, как не по той же самой логической связи, что тепло простекает из огня или свет порождается звездой или солнцем, однако другим влиянием, которое, как мы объясним позже во второй главе, во второй части Муромилхи, постоянно поддержит пребывание в порядочности сущих посредством мудрого управления. Здесь, опять-таки, Рамбом рисует картину постепенно от того, что он методически Муринавухим объясняет и ученику своему, всем растерянным время Испании, значит, он вот объясняет постепенно, да, то есть, да, и опять-таки говорим, да, что, значит, да, метафоры, но за ними есть что-то больше. Тебе же, изучающему этот трактайв, известно, что мы измерили в пядях и в лохтях эти небеса, да, то есть, у нас есть некие человеческие способы материального измерения нашего окружающего мира. Небеса представляют собой движущее тело. Он Рамбом знал, в отличие там от мира католиков, где Джордана Бруна сжигали, что небеса движутся, местные тела движутся. К нашему знанию доступны размеры их частей, большая часть совершенных движений. Тем не менее, наш разум человеческий оказался совершенно бессилен постичь их сущность. Там говорит очень интересная вещь. Мы не можем постичь сущность даже небес, на астрономическом уровне небесных тел. Хотя, как нам известно, они с необходимостью обязательно обладают материей и формой, планеты и звезды обладают материей и формой. Мы не можем постичь по-рамбому по-настоящему даже небесные тела. Окей, как это можно обеспечить? Опять-таки мы говорим Юпитер, планета, десятки раз больше нашей планеты. Мы по-настоящему представляем себе размеры огромной нашей планеты. Солнце, наша звезда, оно там, условно говоря, не помню сейчас цифр, в сотни раз больше Юпитера и в тысячи или в десятки тысяч или миллионы раз больше нашей планеты Земля. Мы понимаем, что такое Солнце, когда начнем перед миллионами и миллиардами звезды, которые вне Солнечной системы, в сотни тысячи раз больше нашего Солнца, больше нашей звезды. Мы понимаем размер себя этих звезд, расстояние до соседней галактики и так далее. То есть, это то, что говорит Рамбон, что на самом деле человеческий мозг не способен воспринимать огромные цифры. Это в сущности то, что проделали вот в этой книге Шиур, Кумар, Раби, Раби, Кива и Раби, Шмайл. То есть, они затроллили любителей таких абсолютных истин в последней инстанции магической формы. И приписали там какие-то миллионы, миллиарды. Так как мы не в состоянии эти цифры понимать по-настоящему, то, соответственно, и у Бога нет размеров, и мы не способны его понять. Рамбом идет дальше и абсолютно справедливо замечает, что мы не в состоянии понять не только сущность Всевышнего, даже сущность небесных тел. Мы не в состоянии оставим там в стороне живую душу, если она или нет, даже собственные размеры как таковые. И более того, более того, к сожалению, 20 век научил нас не только вот огромным цифрам в астрономии, а также огромным человеческим жертвам. Первая мировая война, Вторая мировая война, катастрофа европейского еврейства. И поэтому то, что после катастрофы стало известно как некий афоризм, что смерть одного человека это трагедия, смерть миллионов это статистика, в этом есть своя истина. Приветствую, доктор Перец. То есть опять-таки ввиду ограниченности человеческого разума мы не способны воспринимать огромные цифры, миллионы, миллиарды. И именно в этом причина мы говорили, что в Торе самая крупная цифра ревова 10 тысяч, обычное употребление эллиф тысяча или 10 тысяч. Это цифры, которые мы можем постичь нашим разумом. А остальные цифры миллионы, миллиарды, триллионы, триллиарды и так далее мы не способны понять. И это то, что пишет Рамбол, что мы не способны понять даже на самом деле как выглядит наш мир в целом. Не наш мир, город, где мы живем, а нашу Вселенную. Мы на самом деле не способны понять. Тем более мы не способны понять Всевышнего. Поэтому веду опять-таки всех этих вещей, веду ограниченности нашего разума, вот он находит Рамбам желательно использовать концепцию отрицательных атрибутов. Что Бог не, что он не телесен, что он не спит, что он не ест, что он не пьет, что он не сердится, что он не радуется, что он не любит футбол, не любит хоккей и так далее, и так далее, и так далее. Любое не, оно будет верно. Это то, что Рамбам хочет сказать. Мы здесь на этом остановимся. Я хочу также заранее предупредить, немножко сделаем паузу на неделю. Я буду в одном месте, в горах, в Альпах, где там проблемы с интернетом, зато большие величины хорошо видны, как в том анекдоте. А Бог меня спросит, ты видел мои Альпы? Так вот, я поеду посмотреть Божественная Альпу, где там есть определенная цель. Поэтому я просто хочу сказать, что на следующей неделе меня, прошу прощения, всю неделю не будет, там нет интернета, там есть другие вещи. Поэтому мы встретимся через неделю, это значит, это значит, что мы встретимся 14 дня с вашего позволения.